В этой половине дома начался пожар. Причины спасатели называют неправильную эксплуатацию печного оборудования. Огонь вспыхнул в четвертом часу утра. К счастью, всем, кто был внутри, удалось вовремя выйти. А это без малого 8 человек. А вот вещи спасти не удалось. И дом тоже. Мы хотим его снести. Нет смысла восстанавливать. Дом шла калитой. Опасно заходить, потому что все обваливается. Вот видите, сейчас там что-то падает. Все обваливается. И поэтому хотим его снести и где-нибудь дальше построить дом. А для этого нужны стройматериалы или деньги. Вещами семье помогли. Все, во что они одеты, им принесли добрые люди. И перезимовать их пустили в теплый дом с тремя комнатами. Тоже соседи пострадали, что у них там и крыша, и несущая стена. Ну тоже, если людям есть возможность помочь им, как-то мне просто нечем помочь им. Конечно, бы помогла. А вот соседям повезло меньше. Несмотря на то, что стены их дома остались целыми, пережить зиму им негде. Семья Илуниных осталась без крыши. После пожара из дома лопатами вытаскивали грязь и воду. В доме очень влажность. Жить здесь пока невозможно. А мы только что ремонт сделали. Мы буквально ремонт сделали. И в этот же день мы днем ехали. Мы поехали просто в магазин. Съездили. Едем мы между собой. Супруга говорит, ну наконец-то мы с долгами рассчитались и все к зиме приготовились. Все вроде бы сделали. А вот оно в 4 часа все. Мы все потеряли. У нас ничего не осталось. И денег нам на эту крышу у нас нет. Сейчас крыша дома на Шаховской 58 выглядит вот так. Елуниным можно помочь стройматериалами или деньгами, чтобы пенсионерам было где зимовать. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.